С мешками картофеля он спешит не домой, а в пункт приема гуманитарной помощи. Это только первая партия. После еще мешок лука, муки, растительное масло и макароны. Так почти в промышленных объемах решил помочь беженцам Ставрополец Максим. Мужчина сначала не смог говорить на камеру. Позже Максим вернулся, хотел оставить и деньги. Однако в пунктах принимают только вещи, воду, продукты. А это волонтеры заносят коробки и мешки с помощью и санатория Железноводска. В них одеяло, постельное белье, подгузники. Пришли и школьники из 15-го лицея. Они тоже привезли большую партию гуманитарки. Констовары, игрушки иранцы, в которые положили и письма. К сожалению, я не знаю, мальчик ли ты или девочка, не знаю твою жизненную ситуацию, но надеюсь, что у тебя все хорошо. А если и нет, то обязательно будет. Если у тебя есть телефон и захочешь пообщаться или нужна будет поддержка, то можешь написать или позвонить. Мы не могли быть равнодушными на данной ситуации. И все дети, начиная с 1-го класса по 11-й класс, приносили все по максимуму, что они могли. В первую очередь отмечают в пункте приема гуманитарной помощи беженцам нужным. Детское питание, посуда, товары по уходу за детьми и пожилыми людьми, средства личной гигиены, кипятильники, одежда, игрушки. Все это активно приносят ставропольцы. В ближайшее время вещи и продукты распределят и передадут людям. Мы взаимодействуем со штабом Общероссийского народного фронта, который работает непосредственно в Ростове. Сейчас беженцы уже в Ставрополе, и поэтому здесь региональный штаб, мы вместе тоже работаем в одной конве. Поэтому будем каким-то совещательным способом определять, что отвозить, что можно предоставить здесь. В этом пункте гуманитарку принимают по будням с 10 до 17.00. Желающих помочь с каждым днем становится все больше. Постельное белье принесла, комплекты новые в упаковках. Ну, присоединиться решила, потому что так сердце подсказало. Помочь сегодня может каждый. Пункты приема гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса открыты по всему краю. Например, этот находится в самом центре города по адресу улица Маршала Жукова, дом 5. Анастасия Зубрицкая, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.